Закрыто. Закрыто. У него связка ключей. У него связка ключей. Он пробует, наугад выбирает из этой связки ключ и пробует. Но в силу своего состояния он не откладывает этот ключ как бы в сторону, а сбрасывает его в связку, и следующее испытание у него – это повторение первого испытания. То есть из всей связки опять он наугад выбирает ключ. Понятно, да? То есть состояние понятно, что он творит понятно, а вот вопрос, который не очень пока понятен – это сколько попыток он должен совершить до того, как дверь откроется. Обозначим это число попыток через х опять. Пусть х – это число попыток, сколько он совершит до открытия двери. Какие значения может принимать случайная величина х в этом случае? 1, 2 и до бесконечности. Правильно? 1, 2 и до бесконечности. С какими вероятностями? Значит, давайте напишем, что в этом случае х. Значит, х – это число попыток. Или на какой попытке он открывает, в конце концов, дверь. Число попыток. Это, вообще говоря, х, которая может принимать значения, как мы выяснили, 1, 2, 3 и так далее. Какова вероятность – давайте начнем с простого, что он сразу откроет дверь. Допустим, связки N-ключей. И дверь открывает один ключ. Дверь открывает один. Одна N-ная, правильно. То есть он выбирает наугад. Никакой ключ не имеет там предпочтения в этой связке. Все они более-менее одинаковые. Поэтому вероятность попасть сразу – одна N-ная. Так. Это понятно. А х равно 2. Это тоже понятно? Сейчас, подождите. С квадратом подождите. Значит, х равно 2. Одна N-ная. Дальше что? Не слышу. Да. Ну, начнем только с этого множителя. Я бы начал вот с множителя, который вы назвали все-таки вторым. Значит, и так. Единица минус одна N-ная – это что? Это вероятность того, что первая попытка неудачна. А следующий множитель одна N-ная – это то, что вторая попытка была удачной. Правильно? Ну, давайте общую схему нарисуем. Итак, пусть АИТЭ – это событие, состоящее в том, что ИТЭ – попытка удачная. ИТЭ – попытка удачная. Тогда пространство элементарных исходов из чего состоит в данном случае? АИТЭ – это информация только про ИТЭ испытания. Это не есть информация о том, что… А вот первая была неудачна, а вторая стала удачной. Нет. Это именно речь идет только о втором испытании. Только о втором. А2 – ну тогда, значит, не А1, не А2, а А3 и так далее. До бесконечности, да? И вот смотрите, вероятность А1. Вот мы написали 1N-ная. Вероятность второго исхода, второго элементарного исхода, она вот единица минус 1N – это то, что первая была неудача, а вторая была удача. Правильно? Теперь, что меняется? Что меняется, если мы предположим, что вероятность наступления события А – это П? То есть убираем пьяницу, убираем ключи, убираем двери, все убираем, и схема остается такой, что у нас проводятся испытания, ну так же, как в схеме Бернули, но только они заканчиваются, если наступают события. То есть до первого наступления события А. До первого наступления события. Тогда, что происходит? Здесь появляется П, здесь появляется 1-П, П, и общая формула у нас – П. Х принимает значение К с вероятностью 1-П в степени К-1 умножить на П. И значение К – 1, 2 и так далее по целым до бесконечности. Ну вот, эта схема тоже довольно часто появляется в приложениях, и соответствующее распределение, которое мы получили, а мы получили распределение. Опять у нас совокупность значений и совокупность вероятности. Вот это распределение называется геометрическим распределением с параметром П. Встречается тоже довольно часто. Но вообще дискретных распределений очень много. Те, кому это интересно, можете вообще прочитать книгу под названием «Одномерное дискретное распределение». Достаточно такой увечественный том. Но пока нам это не надо. Вот пока мы ограничились с вами классикой. Биномиальное распределение и геометрическое распределение. Теперь посмотрите. Значит, мы с вами говорили о распределениях. И мы видели, что случайные величины, вот число значений у случайной величины может быть довольно большим. Ну, если n здесь велико, то много значений, а здесь просто у геометрического распределения бесконечное число значений. Это не очень удобно иметь дело вот с такими бесконечными совокупностями, когда мы исследуем свойства случайных величин. Оказывается, есть некие, как это сказать, такие общие характеристики случайных величин, которые на самом деле содержат достаточно много информации о значениях, даже если вы эти значения не знаете. Вот посмотрите, у вас здесь, ну, условно говоря, 50. На самом деле больше, но пусть скажем 50. Так. У каждого есть набор параметров. Рост, вес, цвет глаз и так далее. Так. Вот если я наугад кого-нибудь попрошу из вас сказать, какие эти параметры вот для этого конкретного человека. Это для меня это случайная величина, правильно? Я не знаю ваши параметры. Но вот я наугад выбираю человека, он мне говорит, какой у него, допустим, рост. Так. И, в принципе, вот всю вашу совокупность из 50 человек я могу рассматривать для себя, как некую случайную величину, из которой я беру наугад некое значение. И вот значение роста каждого из вас – это и есть набор значения этой случайной величины. Набор значений случайной величины. Вот если бы я хотел посчитать средний рост вот этих 50 человек, что бы я сделал? Что бы я сделал? Я бы взял значение роста каждого, сложил и разделил на 50, на общее число, правильно? Что бы я мог еще сделать? По всей видимости, у вас есть люди одинакового роста. Есть такие? Ну, наверное, есть. Тогда я мог бы суммировать не все 50 значений. Значит, посмотрите. Вот х1 и так далее, х50 – это рост. 1, 2 и так далее, 50. Вообще говоря, как мы отметили, некоторые из этих значений могут совпадать. Поэтому давайте пусть А1, А2 и так далее. Какое-то АК – это различные значения. Различные значения роста. Понятно, да? Н1 – это число людей роста А1 и так далее. НК – соответствующее количество людей с ростом АК. Количество человек соответствующего роста. Тогда вот в этих новых обозначениях АИТ, НИТ, как у меня запишется средний рост? Значит, пусть х чертой – это средний рост. Х чертой равно чему? А1, А1, А2, 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 А2. А2 – это средний рост. Значит, предлагается взять сумму произведения АИТ на НИТ и разделить на Н. Что такое Н у нас? Н – это у нас общее количество людей. Вот пусть сумма Н1, НК – это Н, и тогда средний рост предложено считать следующим образом. Одна Н – сумма от единицы до К, сумма от единицы до К, АИТ – НИТ. Все правильно, все согласны? А теперь, что называется, следите за рукой. Вот то же самое я могу записать по всей видимости так. АИТ умножить на НИТ, деленное на Н. На НИТ, деленное на Н. Так. Сомнения не вызывают, что все правильно записано. Но оказывается, вот эта запись соответствует понятию среднего значения случайной величины. Вот давайте мы сейчас напишем определение, поговорим о некоторых свойствах, а потом вернемся к этой формуле и поймем, что да, действительно, это можно трактовать как среднее значение или математическое ожидание случайной величины. Вообще, перед моими рассуждениями о росте напишите моменты случайных величин. Моменты случайных величин. Итак, напоминаю ограничения, в которых мы с вами действуем пока. Мы считаем, что у нас пространство омега большое дискретно, то есть не более чем счетно. Омега не более чем счетно. Омега не более чем счетно. И сигма алгебра А, то есть совокупность событий. Это все подножества омега. Все подножества омега. Для чего мы это делали? Для того, чтобы не было проблем с понятием измеримости, с измеримостью отображения. Определение. Вот именно в этом случае, при этих ограничениях. При этих ограничениях. Математическим ожиданием. Математическим ожиданием. Иногда говорят средним. Или средним значением. Это все синонимы. Среднее значение, среднее математическое ожидание. Случайной величиной х называется Сумма ряда Х от омега П от омега Суммирование идет по всем омегам маленьким из омега большого. У нас есть вероятностное пространство. И вот это П, которое стоит здесь в вероятностном пространстве, это вот это именно П. Поскольку у нас А это все подножества омега, то есть в частности все элементарные исходы, то есть все омега маленькие из омега большого, это случайные события, и на них задана вероятность П. Так вот. Обозначение. Как это обозначается? Это то, что называется математическим ожиданием, а обозначается это так. Значит, либо это в русскоязычной литературе, в некоторых книгах, в некоторых это обозначается как МХ, но чаще всего сейчас это обозначается как ЕХ. Но М это понятно, математическое ожидание, а ЕХ это expectation, то есть тоже математическое ожидание. Так. Хорошо. Свойства. Давайте свойства напишем. Свойства математических ожиданий. Значит, вообще математические ожидания это одно из основных понятий, с которыми вам придется иметь дело на протяжении всего курса. Это простейший момент случайной величины. Математическое ожидание. Значит, первое свойство. есть ли у нас случайная величина это константа, то есть на всех омега это константа С. Тогда математическое ожидание константы, как легко понять, равняется чему? Так. Друзья мои, ну, хорошо, пока не чувствуем, да? Вот смотрите, Х от омега это С. П от омега суммируется по всем омега. Значит, что получается? П от омега большое, от достоверного события. Вероятность достоверного события, как мы говорили с вами, это единица. Значит, математическое ожидание С, это С. Среднее значение С. Но было бы странно, если бы это было что-то другое, да? Поскольку все значения случайной величины С, ну и среднее должно быть С. Ну, хорошо. Так, над этим задумались, над вторым свойством, задумались или нет. Вот если случайная величина умножается на константу, что с этой константой мы можем сделать? вынести за знак математического ожидания. Ну, это очевидно, да? То есть, в этом ряду у вас Х умножается на С, но понятно, что С можем вынести за знак суммы. То есть, константа выносится. Третье свойство. Если существуют математические ожидания, Х и У. Ну, кстати, когда я дал определение, я не договорил это определение до конца, поэтому давайте напишем. Мат ожидания случайной величины называется вот этот ряд. если он сходится абсолютно. Если он сходится абсолютно. Вот вы должны уже почувствовать, что если я ввел такое условие дополнительное, то это означает, что, скорее всего, математическое ожидание существует не всегда. но об этом чуть позже. Так вот, предположим, что существуют математические ожидания у случайных величин Х и У. Тогда математическое ожидание суммы тоже существует и может быть записано как сумма математических ожиданий. То есть аддитивное свойство аддитивное свойство математических ожиданий. Так, доказываем. Надо ли это доказывать? Не надо. Почему? Потому что, как я понимаю, абсолютно сходящиеся ряды у вас были в анализе. Я надеюсь, что они были. И из свойств абсолютно сходящихся рядов вытекает вот это свойство 3. Поэтому идем дальше. Четвертое свойство. Четвертое свойство. Если случайная величина х принимает значение А1, А2 и так далее с вероятностями P1, P2 и так далее, то есть P и т это вероятность того, что х равно А и т, так, то математическое ожидание х равняется в сумме произведений значений случайной величины на ее на соответствующие вероятности, если математическое ожидание вообще существует. То есть мы предполагаем, что вот этот ряд у нас х Омега P Омега сходится абсолютно, ну и тогда он может быть переписан в таком вообще говоря более компактном виде. Более компактном виде. Почему более компактный вид? Ну потому что скажем пространство Омега может быть счетным, так, а число значений 1, 2 и так далее может быть конечным, как это было у нас с биномиальным распределением. Но вот это свойство очень важное, потому что можете в скобках где-нибудь или внизу написать формула для математического ожидания дискретных случайных величин. Вот эта формула будет справедливой и дальше после того, как мы снимем вот это ограничение пока. То есть вот это равенство, что математическое ожидание х равняется сумме произведений значений на соответствующей вероятности, эта формула справедлива будет всегда. Ну если ряд сходится абсолютно. так доказательство 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 простое опять-таки свойств абсолютно сходящихся рядов вот смотрите, мы должны написать мы должны написать математическое ожидание х сумма по всем омега х от омега по омега. Правильно? Теперь давайте мы сделаем следующее. Вот пусть АИТ обозначим А большое ИТ это множество тех омега на которых х от омега принимает значение АИТ и маленькое. Так? Ну так же как мы сделали кстати здесь мы объединили с вами какие-то значения х правильно? Какие-то значения х где у нас один и тот же рост мы объединили. Итак АИТ это те омега на которых случайная величина х от омега принимает значение АИТ и маленькое. Так? Что мы можем про АИТ и сказать? Ну по всей видимости объединение АИТ это все большое омега правильно? Это достоверное событие с одной стороны а с другой стороны АИТ АЖИТ попарно несовместно попарно несовместно так вот вот смотрите я могу сейчас ну поскольку ряд абсолютно сходящийся как вы помните для абсолютно сходящихся рядов мы можем как угодно переставлять члены ряда сумма от этого не изменится так вот в этом ряде мы с вами сгруппируем те омега сгруппируем те омега на которых х от омега принимает одно и то же значение ну скажем АИТ так? то есть перепишем это в таком виде сумма по И от единицы до бесконечности сумма по омега принадлежащим АИТ так х от омега П омега так вот я могу записать этот исходный ряд в виде такого двойного ряда то есть я сгруппировал какие-то члены там где у нас идет суммирование по омега из АИТ у нас значение х от омега одно и то же АИТ поэтому за знак вот этой внутренней суммы АИТ маленькой мы можем вынести и остается сумма ну пожалуйста значит сумма по И сумма по И АИТ сумма по омега из АИТ большое П от омега правильно но внутренняя сумма по омега из АИТ это и есть вероятность события АИТ значит вот я и получаю то что было заявлено сумма произведений АИТ на ПИТ сумма произведений АИТ на ПИТ так ну и эта формула естественно верна если у нас число значений А1 А2 и так далее конечно но здесь появляется просто конечная сумма теперь теперь возвращаемся вот к этой нашей формуле к этой нашей формуле посмотрите АИТ это всевозможные значения роста да вот что я могу сказать про эти отношения Н и Т на Н Н и Т на Н они понятно не отрицательны и в сумме равны единице правильно в сумме равны единице поэтому с одной стороны я имею две я имею две совокупности А1 АК это совокупность значений а с другой стороны совокупность отношений Н и Т на Н которые в сумме равны единице и отношения Н и Т к Н я воспринимаю как долю тех людей которые имеют рост АИТ то есть если я случайно кого-то вызываю то вероятность попасть на человека с ростом АИТ это и есть отношения Н и Т к Н то есть вот то что мы получили здесь это и есть математическое ожидание математическое ожидание случайной величины а случайная величина в нашем случае это рост случайно вызванного студента да так ну давайте мы вот о чем сейчас поговорим мы объявили что вот есть условия существования то есть математическое ожидание может не существовать давайте мы с вами поговорим о петербургском парадоксе и как я уже сказал петербургский парадокс связан с именем Даниила Бернули Даниила Бернули он связан естественно с Яковом но жил позже чем Яков Бернули в чем собственно состоит петербургский парадокс вот послушайте опять будем рассказывать в терминах Ани и Бори допустим Боря предлагает Ане поиграть в следующую игру он готов платить Ане следующие суммы подождите прежде чем платить прежде чем платить что-то должно произойти значит бросается монета правильная монета до первого появления герба монета бросается до первого появления герба вспоминаем у нас такая схема была задача о пьянице да но здесь у нас Аня и Боря и речь идет о деньгах а не о вхождении в какую-то дверь значит и так бросается монета правильная монета до первого появления герба если герб появляется при первом бросании Боря готов заплатить Ане два рубля мало мало но сейчас все начнет расти экспоненциально поэтому эти два рубля скоро станут довольно большой величиной если герб впервые появляется при втором бросании два в квадрате при третьем два в кубе и так далее при десятом два в десятые это уже тысячи да условия понятны понятны но я их не объявил до конца почему потому что Боря любит так называемые справедливые игры справедливые игры то есть он готов платить в этой игре вот такие суммы которые нарастают довольно быстро но только за участие в игре от Ани он просит заплатить средний выигрыш справедливо ну справедливо то есть Аня играет Ане объявлены ее выигрыши Боря говорит играем справедливую игру то есть за участие в игре ты платишь средний выигрыш понятно да а теперь вопрос а чему равен средний выигрыш ну средний выигрыш имеется ввиду математическое ожидание выигрыша ряд исходности что ряд исходности ну ряд из единиц получается да получается ряд из единиц совершенно замечательная сумма которая равна бесконечности то есть Ане предлагается отдать все что у нее есть и все еще она должна так ну вы скажете а в чем здесь парадокс парадокс вот в чем эта задача появилась так дай бог памяти это 18 век это 18 век и в то время никак не могли понять следующее вот смотрите тысяча рублей это много не очень но с какой вероятностью но с какой вероятностью Аня получает выигрыш больше тысячи рублей но пока вы думаете я сотру с доски так два в десяток хорошо давайте сделаем перерыв после перерыва все остальные подумают что происходит значит на что обращаем внимание минутку на что обращаем внимание Аня да действительно получает может получить крупный выигрыш и сто тысяч она может получить и миллион может получить как вы понимаете здесь ее Боря никак не ограничивает вопрос только с какими вероятностями получаются крупные выигрыши допустим тысяча как мы понимаем не бог весь что вероятность вы мне Скажите, а 100 тысяч с какой вероятностью Аня получает? Ну вот давайте с этого места начнем после перерыва. Так, садимся, садимся. Значит, посмотрите, в чем состояло какое-то не беспокойство, а не удовлетворенность современников вот этим решением, что надо бесконечно платить. Тем, что человек, который, ну Аня в данном случае, если она соглашается играть в эту игру, то получается, что, да, действительно она может получить крупный выигрыш, но вероятность этого крупного выигрыша, она очень мала. Ну в частности, вот тысячи рублей, как бы ни о чем, да? И, ну вероятность получить больше тысячи, какая у нас получается? Друзья мои, ну вроде до перерыва был ответ, сейчас он какой? Примерно что? Ну единица на 2 в 10-е это неправильный ответ. Единица на 2 в 10-е это неправильный ответ. Единица, значит еще раз, вот смотрите, повторяю вопрос, говорю ваш ответ, который не является правильным. Мы находим, вот пусть х, в данном случае х это выигрыш Аня, да? Х выигрыш Аня. Какие значения случайная величина х принимает? 2, 2 в квадрате, 2 в кубе и так далее до бесконечности. С какими вероятностями? 2 в минус 1, 2 в минус 2, 2 в минус 3 и так далее. С этим согласились? Математическое ожидание х. Если оно существует, то это должно быть что? 2 на 2 в минус 1, 2 в квадрате на 2 в минус 2 и так далее. Но это бесконечности. Не, подождите, стоп. Не, подождите, стоп. Не, подождите, стоп. Не, 2 в минус 1, 2 в минус 1, 2 в минус 2, потому что он все равно платит 2 рубля, даже если он подойдет 1. Подождите, я про каких-то 2 рубля запасных, я ничего не говорил. Я говорил так, что если герб выпал первым, то 2 рубля. Если герб не выпал, то продолжаем игру. Герб выпал вторым, 4 рубля. Если не выпал, продолжаем игру. Согласны? Так, значит, итак, математическое ожидание в данном случае равно бесконечности, то есть не существует конечного математического ожидания. А вероятность того, что х, вероятность того, что х больше тысячи, чему эта вероятность равна, друзья мои? 1 на 2 в 9. 1 на 2 в 9, да, почему? Потому что х больше тысячи, больше тысячи степень двойки, это 1024, 2 в 10, правильно? То есть вот вы должны просуммировать вероятности выигрышей, начиная с тысячи, с 2 в 10. 1 на 2 в 10 плюс 1 на 2 в 11. Значит, сумма по х больше равно 10 до бесконечности 1 на 2 в степени х. И это 1 на 2 в 9. А теперь предположите, вот поставьте себя на место Ани. То есть вам предлагают игру. И вам говорят, вы получите больше тысячи с вероятностью единицы на 2 в 9. Это большая вероятность или нет? 2 в 9 – это все равно, что мы бросаем игральную, игральную, не игральную кость, а бросаем правильную монету, и 9 раз подряд появляется решка. Вот это и есть вероятность единицы на 2 в 9. Вот с такой вероятностью вы выигрываете больше тысячи рублей, но за это, ну если у вас есть квартира, допустим, отдаете квартиру. Хорошо, они не хотят от вас все, но квартиру отдайте. Будем в такую игру играть? Не будем. И современники как-то сомневались. Что-то здесь не то. И там было предложено несколько вариантов решений, обходящих как бы вот эту проблему, проблему получения этой бесконечности. А какой путь обхода этой проблемы? Ну один из возможных вариантов такой, что на самом деле ценность выигрыша, она уменьшается с его увеличением. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что, ну хорошо, если вы получаете 100 тысяч, здорово, получаете 100 миллионов, это в тысячу раз более интересно для вас, чем получить 100 тысяч. То есть, понимаете, вот, как бы ценность денег, ценность того, что вы имеете, растет нелинейно. И вот эта идея о нелинейности роста ценности того, что вы получаете, впервые была высказана при решении этой задачи. И Даниил Бернули вводит, ну коротко совсем, Даниил Бернули вводит понятие функции полезности. Имелось в виду полезность денег, но потом это понятие было обобщено на более широкий круг вопросов. Значит, вводится функция полезности, о ней благополучно забывают и переоткрывают в 20 веке. И сейчас функция полезности очень широко используется в различных экономических моделях, стахастических моделях. Функция полезности. Но, в частности, Даниил Бернули сказал следующее, в общем-то, очевидную вещь. Вот представьте себе, что Аня у нас миллиардер. Выиграть 100 тысяч для нее интересно? Или настолько же интересно, если Аня у нас просто живет от зарплаты до зарплаты или от стипендии до стипендии? 100 тысяч. То есть это разные 100 тысяч, правильно? Но вот функция полезности, это приблизительно об этом. Ну, хорошо, это мы уходим от понятия математического ожидания. Сухой остаток для вас из этой задачи должен быть такой. Не всегда существуют математические ожидания. Ну и еще давайте рассмотрим один пример, с которого мы, собственно, начали сегодня. Мы начали сегодня с рассмотрения схемы Бернули и бинамиальной случайной величины х. Вот давайте попробуем посчитать математическое ожидание случайной величины х. Пусть х, напишите, пусть х имеет бинамиальное распределение с параметрами NP. Х имеет бинамиальное распределение с параметрами NP. Случайная величина х, как мы с вами выяснили, имеет конечное число значений. А раз имеет конечное число значений, то в соответствии со свойством 4 у вас конечное число слагаемых здесь. Понятно, что нет вопроса об абсолютной сходимости тогда. Проблем никаких. То есть математическое ожидание у бинамиальной случайной величины существует. Найти математическое ожидание х. Так, ну, вы скажете, если вы на секунду задумаетесь, вы скажете, не очень здорово. Почему? Потому что я не буду повторять сейчас формулу бинамиального распределения, она у вас есть. Там стоит число сочетаний из NPK. Число сочетаний из NPK – это факториалы. Суммировать факториалы, умноженное на что-то, ну, я не знаю, любите вы это или... Скорее всего, нет. Вот есть здесь также некий обходной трюк, который оказывается чрезвычайно полезным. И об этом трюке мы сейчас с вами поговорим. Значит, давайте вспомним, каким образом у нас появлялась бинамиальная распределенная случайная величина. Она появлялась из схемы Бернули. Вот х – это у нас было число наступлений. Событие А в схеме Бернули. В схеме Бернули. И мы получали, что х в этом случае имеет бинамиальное распределение с параметрами NPK. Так вот, давайте мы этот факт используем. Используем этот факт. А именно, давайте введем дополнительные случайные величины Y. Y – это индикатор наступления события А в итем испытания. Индикатор наступления события А в итем испытания. Итак, единица 0, раз это индикатор. Значение Y – это единица 0. Единица, если в итем испытания наступило событие А. То есть, что мы получаем? Y принимает значение 1 с какой вероятностью? Ну, с той вероятностью, с которой наступает событие А. То есть, Y равно 1. Y равно 1 с вероятностью П. И это для любого И. А Y у нас какие? Ну, у нас N испытания. Значит, Y меняется от 1 до N. Так. Дальше. Как в терминах Y и Т, мы можем выразить X. X в терминах Y и Т можем выразить? Через Y и Т и можем выразить X? Так. О чем думаем? О чем так глубоко думаем? X – это число наступлений события А в N испытаниях. Число наступлений. А Y и Т – это индикатор наступления события А в И там испытаниях. Ну, наверное. X – это сумма всех индикаторов. Y1 плюс и так далее Y. Вот это что такое X у нас. Сколько раз наступило события А? Ну вот, у вас каждый индикатор дает значение 1 и 0. Там, где единицы были, вот единицы просуммировали, вы получили общее число наступления события А. Правильно? Т.е. у вас это просто явное выражение для X в терминах Y и Т. Но. Так, свойства аддитивности. Вот оно на доске еще осталось. Третье свойство. Понятно, что свойство 3 написано для двух слагаемых. По индукции вы можете написать это для любого конечного числа слагаемых. Так, то есть математическое ожидание X в силу этого представления – это сумма математических ожиданий Y и Т. Но с Y и Тами что? Какая-то проблема вычислить математическое ожидание Y и Това? Y и Т имеет только два значения. Причем одно не нулевое. Второе нулевое. Значит, математическое ожидание каждого Y и Това – это что? Так. Над чем думаем? 1 умножить на P. У нас деление вообще вроде… Ну, там у нас и нытые делились на n, да? Ну, и все, больше деления не появлялось. Значит, вот у нас формула, друзья мои. Вот у нас формула. Все на доске. Случайная величина имеет значение 1 и 0, всего два значения. Значит, здесь у вас будет вместо этой большой суммы всего два слагаемых. Но одно значение 0, значит одно слагаемое. И эта слагаемая выглядит не ужасно. Единица умножается на P. Значит, каждое математическое ожидание Y и Това – это P. N раз. Ну, я просто молчу тогда. N, P. Так. N, P. Итак, вот таким образом мы с вами нашли математическое ожидание для биномиальной случайной величины. Значит, если X имеет биномиальное распределение, мы получили с вами, то математическое ожидание равняется N, P. Давайте запишем пятое свойство математических ожиданий, которое обобщает четвертое свойство. Обобщает четвертое свойство. Значит, я должен это сформулировать в общем виде. Вот смотрите. Пусть Ж Борелевская функция. Значит, не обращаем внимания пока на эти слова. Для вас Борелевская функция – пока это любая функция. Вот пока мы не отказались от этих ограничений пока, которые я описал на доске, для вас здесь никаких проблем нет. Но на самом деле это Борелевская функция. Пусть Ж – Борелевская функция. И математическое ожидание Ж от X существует. Тогда математическое ожидание Ж от X Значит, с одной стороны что? С одной стороны, это у нас новая случайная величина. И вообще говоря, мы должны были бы найти набор значений этой случайной величины и набор соответствующих вероятностей. Но оказывается, для нахождения математического ожидания можно написать такую формулу Ж от АИТ на ПИТ. То есть, обобщение вот этого равенства, обобщение вот этого представления для математических ожиданий, но только в случае, когда мы находим математическое ожидание от функции от случайной величины. От функции от случайной величины. Так, доказательство пятого свойства аналогично доказательству четвертого свойства, поэтому мы его проводить не будем. А теперь поговорим еще раз об играх. И поговорим о другом важном понятии, связанном с моментами с моментами случайных величин. С моментами случайных величин. Вот смотрите, предположим, вам предложили играть в так называемую игру с нулевой суммой, или она и справедливая в данном случае игра. Бросается правильная монета. Если выпадает герб, первая игра, две игры вам предлагают. Вы должны выбрать, в какую будем играть. Значит, в первой игре бросается правильная монета, выпадает герб, вам дают тысячу, выпадает решка, вы должны заплатить тысячу. Это первая игра. То есть с вероятностью одна вторая, тысяча ваша, с вероятностью одна вторая, отдаете тысячу. Во второй игре тысяча заменяется на сто тысяч. Все то же самое. Герб выпал, получили сто тысяч. Решка выпала, сто тысяч отдайте. В какую игру будем играть? Ну, будем голосовать. За первую игру. Кто в первую играет? В первую желающие есть. А во вторую? Во второй тоже есть, но их меньше. Но тоже есть. Это радует. Это радует. Ну, вот посмотрите, казалось бы, какая разница между двумя этими играми. Пусть х – это выигрыш в игре. Пусть х – выигрыш в первой игре. Х1 – выигрыш в первой игре. Ах2 – выигрыш во второй. Значит, первая случайная величина х1 принимает значение 1000, но я напишу 10 в третьей, и минус 10 в третьей. с вероятностями по 1 и 2. Во второй игре 10 в пятой и минус 10 в пятой. Правильно. С вероятностями по 1 и 2. Вот эти случайные величины имеют одинаковые математические ожидания? Ну, так сказать, вопрос тривиальный. Х1 и Х2 имеют одинаковые математические ожидания, нулевые. Правильно. Вот же у нас формула все еще на доске. 1000 умножаем на 1 вторую плюс минус 1000 умножаем на 1 вторую. Ну, ноль. То же самое во втором случае. То есть мы получаем, что и в первом случае игра с нулевой суммой, и во втором случае тоже игра с нулевой суммой. Но вы понимаете, что это две разные игры. Значит, здесь помимо математического ожидания есть что-то еще, что их сильно отличает. А именно разброс. Отличает разброс относительно среднего значения. Здесь плюс-минус 1000, а здесь плюс-минус 100 тысяч. То есть разброс разный относительно математического ожидания. Так вот, в теории вероятности очень часто появляется такая моментная характеристика, как характеристика, описывающая этот разброс относительно математического ожидания. Выражается она таким образом. Обозначается в русской литературе она традиционно обозначается dx. И определение это математическое ожидание, а математическое ожидание это характеристика среднего значения. Случайная величина минус ее математическое ожидание в квадрате. То есть среднее, иными словами, это среднее квадратичное отклонение случайной величины от ее математического ожидания. Но вот если кто-то из вас... Да, вопрос? Да. В квадрате получается то, что в голову математического... То есть все обдает квадрат, и квадрате математическое квадрат. Имеется в виду вот это. Да? Значит, в чем идея? Идея в том, что с одной стороны вас интересует отклонение случайной величины от среднего, с другой стороны почему появляется квадрат? Потому что вас, вообще говоря, не интересует знак. Вас интересуют большие отклонения или малые отклонения. Вы можете сказать, а почему модуль не поставить? Можно поставить модуль, но это будет другая характеристика, во-первых. А во-вторых, из анализа вы помните, что, скажем, функция модуль х недифференцируема в нуле. Это уже плохо. А с квадратом проблем нет. Квадрат просто аналитически удобнее. И вот это все называется дисперсия случайной величины. Дисперсия. Дисперсия случайной величины. То есть находится отклонение в квадрате случайной величины от математического ожидания и усредняется. Свойства. Свойства дисперсии. Но давайте двигаться аналогично тому, как мы двигались с математическим ожиданием. Дисперсия константы. Ну давайте, я надеюсь, что уже что-то понятно. Поэтому ответ ноль. Да? Ответ ноль. Никаких отклонений. Средняя, как мы знаем, у константа это константа. Никаких отклонений нет. Должен быть ноль, он и есть ноль. Ноль. Второе свойство. Если случайная величина х умножается на константу, что с этой константой можем сделать? Вынести в квадрате. Тоже сразу вытекает из формулы, из определения и свойств математического ожидания. Правильно? Никаких других слов здесь говорить не надо. Так, что еще у нас? Третье свойство какое было? Там аддитивность была? третье свойство аддитивность. Ну, с аддитивностью уже проблемы, да? С аддитивностью уже проблемы. значит, итак, предполагаем, что дисперсия существует у х и у. И давайте напишем, что такое дисперсия х плюс у. По определению, что я должен написать? Надо написать математическое ожидание х плюс у. Ну, давайте я запишу это сразу несколько иначе. х минус математическое ожидание х плюс у минус математическое ожидание у в квадрате. Правильно? Так, теперь вспоминаем школу. Это а, это б. а плюс б в квадрате. Все помнят. Так, пользуемся аддитивностью математического ожидания. Можем записать. Математическое ожидание х минус математическое ожидание х в квадрате. Это а квадрат, да? Математическое ожидание а квадрата. Дальше что я должен написать? Удвоенное произведение а на б его взять математическое ожидание. математическое ожидание произведения х минус математическое ожидание х у минус математическое ожидание у вот это 2 а, б но еще с математическим ожиданием и плюс математическое ожидание б в квадрате Все правильно? Так, что мы получаем? Ну давайте вот эту вот серединку такой квадратной скобкой обозначим, лень ее писать И получаем, первое слагаемое это что? Это dx, это дисперсия x Второе слагаемое, оставим пока И третье слагаемое, это дисперсия y То есть вы видите, что для аддитивности мешает серединка, серединка мешает Но на самом деле мешает она или помогает? Вот если бы серединки не было, то тогда весь финансовый рынок можно было бы закрыть Оказывается финансовый рынок по большому опирается на эту серединку Значит, возможно вы слышали такие слова волатильность То есть вот рынок волатилен Что это означает? Это означает, что у вас на рынке есть финансовые инструменты У них есть какая-то средняя доходность Ну и вам говорят, ну в среднем вы выиграете, ну словно говоря, полпроцента Там за какой-то промежуток Но имейте в виду, что волатильность высокая Волатильность высокая, это приблизительно вот об этом То есть вы выиграете полпроцента в среднем Но можете проиграть очень много Можете выиграть много, но и проиграть много То есть у вас разброс около этого Около этой несчастной половинки процента очень высокий Вот это волатильность, это дисперсия Дальше Наверняка вы слышали понятие портфеля Портфеля, финансового портфеля То есть когда у вас, ну или у инвестора Деньги распределены по разным финансовым инструментам Там золото, акции, облигации, валюты и так далее В чем идея? Идея в том, что вот если у вас x и y это элементы вашего портфеля Составные части вашего портфеля То дисперсия x плюс y это волатильность вашего портфеля И желательно эту дисперсию понизить То есть составлять портфель таким образом Чтобы у вас вот эта дисперсия оказалась меньше, чем сумма дисперсии компонент Если это все то же самое, то тогда какой смысл было распределять средства по разным инструментам? Никакого Значит, к чему я веду? К тому, что Вот этот средний член По всей видимости При каких-то условиях Может оказываться отрицательным Так? И тогда в этом случае дисперсия суммы Оказывается меньше суммы дисперсии То есть волатильность удивительно настойчивая Так, понятно, да? Но понятно на пальцах Поскольку я все вам на пальцах и объяснял Значит, о чем идет речь? Речь идет о том, что Вот эта серединка играет важную роль И она называется В теории вероятности Специальным образом Вот если вы двойку выбросите То то, что останется, называется ковариацией Случайных величин х и у Ковариация х и у Давайте мы это запишем Итак Ковариация х и у Это Математическое ожидание Произведение Нормированных 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 Случайных величин Х и у Про ковариацию мы будем с вами говорить На следующей лекции А сейчас Так, у нас Подождите, время есть еще, да? Ну давайте вот еще, что мы сделаем Моментом порядка К Моментом порядка К Момент Порядка К Это Математическое ожидание Х в степени К Математическое ожидание Х в степени К Но опять-таки Если соответствующий ряд Там абсолютно сходится То есть пишется соответствующий ряд Но ряд у нас должен быть какой? В наших условиях Значит еще раз подчеркиваю Если вы на экзамене будете писать вот эту формулу То Вас обязательно спросят А в общем случае Как это пишется? Вот Поэтому вы не зацикливайтесь на том, что я запишу сейчас Это справедливо только тогда, когда омега Большое счетно Х омега В степени К П омега У нас будет общая формула Теперь и центральный момент порядка К Центральный момент Центральный момент порядка К Это Математическое ожидание Х минус Математическое ожидание Х в степени К Обычно вот эта операция Когда из случайной величины Х Вычитается ее математическое ожидание Называется центрированием Центрированием Почему? Потому что в этом случае Центрированная случайная величина Имеет нулевое математическое ожидание Так Ну и в качестве упражнения В качестве упражнения Подумайте Вот если существует момент порядка К То существует ли момент порядка М Если М меньше К Значит пусть Существует Существует Момент порядка К К Я сказал меньше М Существует ли Существует ли Существует ли мы Я спросил наоборот Давайте наоборот Ну давайте вот так То есть две задачи Меньше больше В нижнем случае ответ отрицательный В верхнем случае ответ положительный Почему? Почему? Так Ну давайте тогда на этом с этим мы закончим Потому что дальше начинается Независимость случайных величин Напишите заголовок И мы с этого начнем Следующую лекцию Независимость случайных величин Независимость случайных величин Теперь по поводу эксперимента Значит Чем меня порадовали в этом В этот раз и девушки и ребята Тем что вы Ну просто что называется Действовали по классике Просто по классике Там у нас Возможные варианты выбора Которые у вас были Это 60, 62 и так далее Да? 8 чисел 8 чисел Вот если С выбором цифры С выбором Нечетного Двузначного числа Там более-менее ясно Все должно было крутиться Около семерки Оно и крутилось Около семерки То есть вы помните Там 7, 37 появлялись Тройка тоже популярное число То счетными числами Насчет популярности Как-то У нас Молчат Ну нет у нас Популярных счетных чисел За исключением 64 Но это уже Скорее Профессиональная болезнь Два В какой у нас степени В шестой степени 64 Да? Только этим Можно объяснить Что 64 Входит в тройку Наиболее популярных Чисел А кроме 64 Там естественно 68 и 86 Почему 68 и 86 Никаких психологических Объяснений Кроме того Что это Близко Наиболее близко К семеркам Нет Значит И девушки И ребята Показали Самое популярное Из этой тройки Чаще всего Это что? 68 86 И 64 На кого ставим? Самое популярное На 8 68 Наиболее часто Оказывается на первом месте На втором месте 86 Вторая по частоте Популярность И третья Это 64 А сегодня мы сделаем Совсем простое Простое дело Сбор данных Сбор данных Сбор данных Для построения Эконометрической модели Сбор данных Для построения Эконометрической модели Так Пожалуйста Небольшой Клочок МЖ Пишем МЖ Так Аудитория у нас Конечно жаркая В следующий раз По всей видимости Надо будет Оставить закрытыми шторы Так Пожалуйста Пожалуйста Я жду Когда все готовы М и Ж М и Ж Написали А теперь можете Как угодно Долго думать Но желательно Все-таки Не затягивать Написали Свой рост В сантиметрах И вес В килограммах Рост В сантиметрах И вес В килограммах Где что Я надеюсь Догадаюсь Давайте Сдаем Рост В сантиметрах Вес в килограммах Сдаем И уходим Спасибо Спасибо